В недолгих перерывах между вызовами сотрудники скорой помощи спешат поставить подписи под открытым письмом к правительству Нижегородской области. Так они пытаются реанимировать одного общего пациента, саму службу экстренного реагирования. Что нам еще нужно, чтобы понять, чего у нас нет. Если произошло в Крымске, оказывается у нас нет системы оповещения. Ну давайте вот сейчас что-нибудь, не дай бог, нижнем произойдет, тогда поймем, что в нижнем скорая помощь гибнет. В этом году по непонятным для медиков причинам бюджет службы урезали на 70 миллионов рублей. И без того мизерные зарплаты превратились в смехотворные. 7215 рублей, 6853, 470. Эти цифры взяты не с потолка. Вот доказательства, расчетные листы сотрудников. Врачи, фельдшеры и водители вынуждены работать на полторы ставки. Но и дополнительное дежурство дохода почти не приносят. Федеральная надбавка за переработку нижегородцам, в отличие от работников службы скорой помощи других регионов, не положено. Отток кадров достиг критического уровня. На весь город 200 врачей. Необходимо в два раза больше. Самая сложная ситуация в автозаводском районе, где проживают более 300 тысяч человек. Четыре кардиолога, которые не могут работать на таком количестве населения. Они просто сами падают. Три из них пенсионера. Какое милосердие, какое сострадание. И когда сострадать нужно медикам уже. С начала года в Нижнем Новгороде уволилось 40 фельдшеров. В том числе напарница Ларисы Ивановны Богдановой. Женщина вынуждена в одиночку нести 20 килограммов оборудования и ответственность за жизнь пациентов. Особенно тяжело работать ночью. Там уже на вызовах-то всякие люди. И наркоманы, и алкоголики, и агрессивные. Были случаи, что изнасилование даже молодых фельдшеров. Снова сломался электрокардиограф. У коллег проблема посерьезней. Вышел из строя автомобиль. Летом на автозаводской подстанции был случай, когда на линию отправились только 5 карет из 14. Машины не выдерживают интенсивности работы. А полки ремонтной базы пустые. Вынуждены действительно, как говорят, по помойкам лазить, собирать. То есть шины монтажей приезжают, бэушную резину кто-то выкинул, подбирают, ставят их на машину, чтобы ездить дальше. У администрации области на 7 бед пока один ответ. Мы по собственной инициативе начали проверку на станции. К концу сентября родится какой-то заключительный документ. Он будет доведен до всех заинтересованных лиц. Кажется, что хуже уже быть не может. Но медики со страхом ждут нового года. С 1 января служба скорой помощи будет финансироваться фондом обязательного медицинского страхования. Не у каждого попавшего в ДТП человека есть с собой страховой полис. А у бомжей, алкоголиков и наркоманов его нет вообще. Это значит, что за часть вызовов бригадам скорой помощи не заплатят.